Панлейка пения – серьезное заболевание с очень высокой летальностью. За неделю в Сарове заболело 12 кошек, 5 из них скончались. Панлейка пения или чумка поражает кошек всех без исключения пород. Заболеть ей могут как молодые, так и старые животные. Сначала животное может показаться просто вяленьким, потом отказывается от еды, повышение температуры, срыв стула, возможно рвота. Это симптоматика любой вирусной инфекции, как у всех кошачьих. Собаки, другие животные, ежики, кто держит рептилии, они не болеют. Этим человеку тоже это заболевание опасно, но оно представляет опасность для кошек как для вида. Инкубационный период длится около 10 дней. После проявления первых симптомов болезнь очень быстро развивается, и животное может погибнуть в течение трех суток. Заболеть могут не только бездомные кошки, которых выпускают погулять. Даже если ваш питомец не выходит из квартиры, он все равно может подхватить инфекцию. Даже домашнее животное может заболеть, потому что многие выходят на улицу, не многие, все мы выходим на улицу. У кого-то есть собаки, предметы обихода, знакомые с другими животными. Приходя домой, мы же не проводим полную дезинфекцию рук, обуви, одежды. И животное, не имеющее иммунитета, совершенно спокойно может заболеть вирусом панлейкопения кошек. Единственная защита от панлейкопении – своевременная вакцинация. Котятам ставят прививку в 2-2,5 месяца. Через 21 день делают еще один укол. Затем вакцинировать кошек нужно раз в год. Эту прививку делают клинически здоровым животным, который переносит ее достаточно легко. Если появляются подозрения на какую-то вирусную инфекцию, возможно, воспалительный процесс по организму, который подтверждается общим анализом крови, какими-то другими исследованиями, здесь делается уже немножко другая вакцинация, то есть даже вводится сыворотка. Там сроки и кратность введения зависит от состояния животного. Это мы все проговариваем, это мы владельцам рассказываем. Прививку от панлейкопении своим кошкам можно сделать в государственной ветеринарной лечебнице на Кирово, 21.